Друзья, сегодня мы с вами говорим о GitOps. А мы знаем с вами, что у нас есть три основных таких момента. Это ClickOps, это когда мы в UI прощелкиваем мышью. GitOps, это когда у нас все в репозиториях и на автоматизации. Так, и кто мне скажет, что у нас третье? ChatOps. Кстати, отлично, пусть будет четыре. Потому что третье на самом деле шуточное. Вот ChatOps, как заметил Андрей, на самом деле это классная штука. Я видел на одной из конференций, где прям вот чувак все сделал в чате. То есть вот прям все работало в чате. Единственное, что там была компания из одного человека, и он был фанат своего дела. Но на самом деле некоторые элементы я тоже пытался выполнить в некоторых проектах. И в принципе это работает, когда у тебя единое окно для всего. И для ньюкамера, например, это очень удобно. Он пришел в контору. Ему, конечно, завалили его какой-то большой инфраструктурой. У него много документации. Нужно все читать. А им здесь говорят, нет, смотри, вот есть одно окно. Вот есть список команд, слэш хелп. Там все будет расписано. Ты можешь создавать инфраструктуру. Ты можешь запускать какие-то тесты, билды и все остальное. В целом, ChatOps крутая штука. Итак, четвертое. Это, конечно, было шуточное. Но, тем не менее, ChatOps, кто смотрел мой эпизод по, по-моему, третий день кьюбкон, что ребята там делают, они в Google Docs открывают Excel, ну не Excel, да, а табличные формы, вот эти таблицы. Соответственно, эти таблицы через API можно подвязать и получить доступ к кьюбконфиг файлу, соответственно, к своим кластерам. И это все дело заполняется, то есть таблички заполняются теми ресурсами, которые у вас есть в кластере. И дальше, например, для того, чтобы изменить деплоймент, они в строке деплоймента, в ячейке, где там, например, 3, ставят там 2, он даунскелится, ставит 4, он скелится. Это такой вот, не знаю, вариант. В общем, для менеджеров, наверное. Итак, я хотел бы разделить наше время на три основных блока. Первое. Мы сделаем немного вводной информации, новостей и анонсов. Расскажу, что произошло, что грядет, скажем так, в ближайших эфирах, например, и какие есть новости. Дальше. Второй блок. Мы сделаем разбор основных инструментов GitOps. То есть, в принципе, поговорим, что мы используем, как мы можем использовать и, в принципе, к чему стремиться. И дальше делаем это все дело на практике. То есть, будут практические примеры. Мы с вами поработаем непосредственно над автоматизацией. Я вам покажу это все в действии. В принципе, в основной задачей на сегодня я вижу все-таки начать с вами дискуссию о современных подходах и методах. Потому что мы всегда успеем выучить командную строку, опции, какие-то разные, целый скоб, целый environment, целая экосистема, всех этих моментов, которые используют в практиках DevOps. Но я хотел бы все-таки погрузить вас в довольно нетривиальный, скажем так, но очень интересный мир. И, наверное, мотивировать вас к копанию в этой всей штуке. Почему? Потому что он очень глубокий, этот мир. То есть, очень много интересных есть вещей и так далее. Итак, кстати говоря, мне очень жаль, я вот готовился к этому эфиру и вспомнил, что у вас в программе нет фаса, function as a service. На самом деле, serverless, вы же знаете, это довольно хайповая такая штука, но хайп уже прошел. И ее довольно много используют в продакшене. И, в принципе, этот подход вы можете встретить на проектах. И я так подумал, что, возможно, у нас там шифтанется Jenkins pipeline и все эти дела. И попробую я вам там что-нибудь рассказать и показать. Это, в принципе, очень быстро, очень приятно. Я думаю, вы зацените. Окей. Итак, адженда на сегодня. Немного новостей про IT Awards, про Teleport. Это то, что мы планируем дальше. GitHub Universe. После этого посмотрим на Git. Какие есть подходики. Так, просто сделаем рекап. Дальше посмотрим GitFlow и GitHubFlow. Это два основных флоу, которые, в принципе, применяются в SDLC. И мы с вами подискутируем, кто что использует, что бы вы хотели использовать, что вы считаете более, скажем так, гибким. Что нет, какие особенности и так далее. На самом деле, выглядит все очень так, как бы просто, да. Но я вам скажу, что в реальных проектах, в реальных командах, амплементация какого-то из этих флоу – это непросто. То есть, ты можешь собраться в комнате с ребятами и сказать, давайте будем использовать GitFlow. И начинается. То есть, эта дискуссия всегда приходит в какой-то тупик и нужно переходить в коммуникационные какие-то моменты для того, чтобы договариваться. Потому что кому-то вот это не нравится, а вот я слышал, вот это есть, а Facebook вообще там монорепа и тестируют в Prode и так далее. Поэтому мы с вами рассмотрим, а потом дальше подискутируем. Так, по документации. GitBook. Посмотрим, что это такое. И, наверное, такой хороший подход к документации. Почему? Потому что этот момент всегда упускается. Мы всегда много утилит используем, инструменты, разные какие-то, не знаю, стартаперские штуки, какие-то суперинтересные функции используем, но не документируем. И я вам скажу, что GitBook это, наверное, для меня первый такой инструмент, который меня мотивировал интересно, красиво создавать документацию. Потому что все остальное для меня это выглядело как рутина. И практика будет это GitHub Actions. То есть, мы с вами посмотрим, во-первых, какие новые фичи имплементировали в GitHub на Universe конференции. И второе, Action для DevOps. То есть, как мы можем, в принципе, построить CICD, процесс сборки, сохранения, как используются Git-репозитории для хранения разного рода и пакетов, и контейнеров, и так далее. В общем, GitHub очень сильно расширился. Особенно в 2020 году фич просто немерено. Я знаю, что наша лекция называется там через запятую еще GitLab или что-то еще такое. Я вам скажу, что полтора часа просто сделать короткий overview нескольких систем вам и так далее, мне кажется, это просто бесполезно. Поэтому я постараюсь вам рассказать про один инструмент, который вы полюбите, я надеюсь, он вам понравится, и с которым вы на рынке однозначно будете выигрыши. Потому что первое – это open source, в основном это все фичи, потому что GitLab – это open source enterprise, и там есть свои особенности. И на самом деле все, что имплементировано в GitLab, оно построено на Git, практически на чистом Git. И плюс к этому, что важно, есть синхронизация с таким вот подходом user experience социальных сетей. И я вам скажу, что по статистике, по количеству репозиториев, пользователей и так далее, ну это на сегодня вне как ануренции. Итак, давайте посмотрим. Начнем с небольших новостей, буквально пару минут. В 10-го числа мы провели финал Ukrainian IT Awards. Вы знаете, это украинская премия, награждение в, по-моему, 11 номинаций было IT, Product Manager, Design, Архитектура, Инфраструктура, DevOps, Engineering, Impact of the Year. В общем, прорывы года, интересные проекты, интересные команды, интересные люди. И я вам скажу, что мне посчастливилось быть в жюри по DevOps. И также я был глава жюри DevOps, и я, что еще делал, награждал победителя. И дальше, после эфира, мы делали некие такие ад-хок интервью, где я интересовался у ребят, которые, ну скажем так, в топах на украинском рынке IT. Какая ситуация, как повлиял год и, в принципе, что за проекты у них и какие у них планы. И на самом деле было довольно интересно, я вам скажу, много можно сделать выводов касательно подготовки ребят, кто чем занимается, на чем фокус, как живет украинский IT и так далее. И я вам скажу, что главное, это украинская ассоциация IT провела офлайн. В отличие от некоторых конференций, которые, в принципе, отменились, они провели офлайн. То есть пригласили очень узкий круг людей, финалисты и победители. И, соответственно, это было очень круто. Я вам скажу, что это первый год, когда IT ассоциация проводит независимо от других компаний. Потому что вы знаете, что IT Awards, это, в принципе, было рождено в компании SoftServe. Из-за этого поднимались вопросы касательно, насколько зааннажировано там и так далее. Но, тем не менее, сейчас IT ассоциация провела самостоятельно. И я вам скажу, что это было на высшем уровне. Первое, это был ребрендинг, то есть редизайн, поменяли цвета, поменяли все, поменяли подходы. Что интересно, в этом году финалисты были в полном составе. И кто победил, не знали до последней секунды, до объявления. В прошлом году было немножко по-другому. Почему? Потому что там разыгрывался приз, когда финалистов отправляли в поездку в Израиль. В какой-то там IT-хаб большой на курсы там и так далее. И нужно было купить и оформить документы заранее. Поэтому победители оформляли заранее и им уже сообщали. Исходя из этого, было как бы такое номинальное награждение. А здесь прямо было видно, как люди расстраиваются, когда они на сцене. В полном переполнении. В общем, очень интересная интрига была до конца. Дальше. Universe. Это конференция, ежегодная конференция. В 2019 году это был, конечно, оффлайн. Здесь был онлайн. Но я вам скажу, чем отличается Universe 2020 года. В том, что ребята подготовились, наверное, лучше всех конференций, которых я видел виртуальных в этом году. Качество, картинки, звук, оформление и так далее было на высшем уровне. Кейноутс они записали. Конечно, это оффлайн видео. Хотя в других виртуальных, как Кубикон, то же самое. Это тоже оффлайн. Все были записаны и просто прокручены. Но здесь, ребята, просто создали фильм. И им ем, чем гордиться. Почему? Потому что у них очень много новшеств. И мы поговорим конкретно. И я вам даже покажу частично этот ролик, как это работало. Итак, что у нас дальше? Телепорт. Да, ребята, хотел сделать анонс. Я хотел бы вас, во-первых, пригласить. 24-го, 12-го, 18 часов. Делаем такую штуку, как телепорт. То есть я буду делать запись подкаста. Я буду стримить вживую. Я пригласил своих друзей из разных стран. Ирландия, Штаты, Германия, Канада, Норвегия. Здесь также топовые украинцы. И у нас будет формат. Такой, скажем так, телепорт. То есть мы сначала телепортируемся в какую-то страну. Узнаем, как там живут сейчас в Техасе. В Техасе, новой, скажем так, Кремниевой долине. Как сейчас обстоят дела в Калифорнии. Потом посмотрим, что там в Европе. Что там на севере, в Канаде, в Норвегии. Поговорим с ребятами, как изменилось IT в этом году. То есть такие короткие интервью у нас будет. И у нас в каждом часе будет специальный гость. Это SEO IT Ukraine Association. Ассоциация IT Украина. Это Андрей Яворский, Globalogic, вице-президент стратегии и технологии. И это Сергей Петренко. Это, если знаете, Яндекс. Сейчас это Яндекс Украина. Дальше это... Сейчас он SEO IT. Это большие подкасты. Долгое время он пишет эти подкасты. Сейчас он стримит. И, наверное, это человек, который знает про тенденции, про все, что происходит в мире IT. Кто кого купил, какие скандалы, какие интересные новости и так далее. Наверное, не знаю, лучше всех. У него есть свой канал в Телеграме. Если вы еще не подписаны, поищите. Там всегда можно быть... Ну, я вам скажу так. То, что упал Google, я узнал от него. То есть, он настолько быстро на все реагирует, что мои системы-алерты приехали чуть позже, чем от Сергея Петренко. Окей. Поэтому предлагаю вам присоединиться. Я сделаю анонс. Будет ссылка и так далее. Я буду рад вас видеть. И я думаю, вам будет, возможно, интересно. Возможно, какой-то куоркинг. Вы для себя обретете какие-то интересные контакты. Окей. GitHub. Итак, пока я расскажу вам немного новостей о GitHub. Вы можете пройти по ссылке octodex.github.com и посмотреть на варианты создания талисмана в open-source community. Мы знаем, что талисман GitHub – это так называемый атроморфный октакод. С пятью руками, похожими на осьминога. Ну и вот, в общем, все, что с этим связано. На самом деле, персонаж был создан графическим дизайнером Саймоном Оксли. И я вам скажу, что когда GitHub в восьмом году стартовал, они нашли это просто на айстоке. Им понравился этот дизайн. Они захотели сделать это логотипом компании, но по лицензии айсток этого нельзя было сделать. Они договорились с Оксли напрямую. И он немного там пересоздал. В общем, в принципе, он назывался «Осьминог», но GitHub переименовали с Octopus в Octocat. И выкупили эксклюзивные права на изображение. Соответственно, сейчас это зарегистрированная марка вместе с именем. И позже адаптирована уже дизайнерами GitHub под свои различные промоушен цели. Octodex — это open-source. Их там очень много, сотни, наверное, не знаю, где вы можете посмотреть, как, в принципе, комьюнити смотрит на это все дело. Что хотел я? Буквально в три минуты вас немножко заинтересовать, возможно, интересными фактами из жизни GitHub. Первое. В июле 2020 года... Я, наверное, сделаю вот так. В июле 2020 года GitHub сохранил февральский архив сайта в заброшенной горной шахте на Шпицберген, Норвегия. И там есть программа, она называется Arctic World Archive, где, в принципе, сохраняют семена всех видов, которые есть на Земле на случай, если что-то произойдет, чтобы можно было воссоздать. И что здесь интересного? Значит, собрали все репозитории, все активные публичные репозитории, поэтому ваши репозитории, скорее всего, если вы их создали до этого, также находятся в архиве. Заняло это приблизительно 21 терабайт на каких-то барабанных таких, как я понимаю, стримах это все дело записали. Пиклфильм формат такой, я пытался с этим разобраться, в общем, дам много информации, но... И около тысячи лет они собираются это все дело хранить. И дальше также GitHub участвует в программе, сейчас я посмотрю, как называется, Project Silica. В общем, они хотят все доступные репозитории сохранить на 10 тысяч лет. И что интересно, как они это хотят записать? Я не знаю, возможно, они это уже дело пишут. Они записывают молекулярную структуру пластин из кварцевого стекла с использованием высокоточного лазера, который излучает квадриллион импульсов в секунду. Квадриллион, сколько там нулей? Ответьте мне в чат, кто знает. Я знаю, потому что я видел, я это нашел на Википедии. На самом деле, часть информации, которую я сейчас дам, это обновленная статья на Википедии. Там 140 источников. И, в принципе, очень интересная. И частично непосредственно с самого универс. Итак, начиная с 15 апреля, уже когда началась пандемия 2020 года, FreePlan разрешает неограниченное количество коллаборанцев, да, то есть соавторов. Ограничивает частные репозитории до 2000 минут на GitHub Actions. А GitHub Actions это когда в GitHub стартует какой-то ресурс типа сервера и выполняет ваши билды там и так далее. Значит, что еще? Состояние на январь 2020 года. 40 миллионов пользователей, 190 миллионов репозиторий и 28 миллионов общедоступных репозиториев. Это делает GitHub крупнейшим хранилищем исходного кода в мире. 26 марта 2015 года была запущена массовая DDoS-атака против GitHub. Продолжалась она около 118 часов, то есть 5 дней. Атака, по всей видимости, исходила из Китая. По репорту, в первую очередь, была нацелена на размещенный на GitHub пользовательский контент, который описывает методы обхода блокировки. Я был в Китае, и я вам скажу, что ты знаешь, что там есть большой фаервол, ты его чувствуешь. Это первый мой опыт 3G был, когда у меня на мобильном телефоне работал интернет просто, он просто летал. Но, тем не менее, там зайти в Facebook, зайти туда-туда, это все пресекалось. Дальше. 28 февраля 2018 года GitHub стал жертвой второй по величине атаки DDoS в истории, при котором входящий трафик достигал пика около 1,3 терабита в секунду. То есть, я работал на мобильного оператора, и мы испытывали, конечно же, на DDoS, когда там брали какого-то абонента и разгоняли, там мы получали до 10 гигабит. Но 10 гигабит, когда мы получали, у нас большие роутеры стояли и так далее, было всем плохо. 1,3 терабита. Парни, я не знаю, кто это может выдержать, но 5 дней лежал. Хотя нет, 5 дней это первый раз он лежал здесь, не знаю, сколько лежал, надо посмотреть. Дальше. 4 июня 2018 года, возможно, вы об этом слышали, вы точно об этом слышали, но я напомню. Microsoft объявила о намерении приобрести GitHub. И сумма поразила всех. Она ходила по Facebook, вы знаете, что 7,5 миллиардов долларов США. Сделка закрыта в октябре. Значит, GitHub продолжал работать независимо как сообщество, платформа как бизнес, но управление, вы знаете, что получила Microsoft. И Нат Фридман, он подчинялся Скотт Гатри и исполнительному вице-президенту Microsoft, а генеральный директор GitHub пожелал остаться, Крис Ванстрат. Он был оставлен в качестве технического сотрудника, но он подчинялся, единственный технический, наверное, сотрудник, который подчинялся напрямую исполнительному вице-президенту. Итак, что еще? Основное программное обеспечение, которое лежит в основе GitHub, это сам Git. Это отличает его от других, в принципе, систем. Почему? Потому что там все просто построено на том, что... Вы знаете, Git написал, Linus Torvalds, это создатель Linux. Соответственно, система простая, надежная, и внутри содержит все-таки уникальную, наверное, концепцию. На то время она была уникальна по тому, как хранить снапшоты файловой системы. Значит, что мне интересно здесь было. Пользовательский интерфейс, и в принципе, GitHub бежит на Кубере. Один из первых проектов, который переехал на Кубер, и UI был написан с помощью Ruby on Rails, и, что интересно, Ирланг. То есть, кто знает, что Ирланг – это функциональный язык. Виртуальная среда, в нем запущены процессы. Ирланг используется часто в телекоме, например, MSC, Эриксоновские, построенные на Ирланге. Ирланг позволяет обновлять код программы на лету. То есть, мы можем новый код заливать в работающую программу. Ирланг запустит, проверит, если что-то пройдет не так, он может этот код выплюнуть. Вот такая вот штука. Дальше. Enterprise version у GitHub, конечно же, есть. В том, в принципе, аналогичные функции. Ну, понятно, да, что что-то выпускается скорее в Enterprise, какой-то отдельный сетап, поддержка там и так далее. Но что интересно. Ну, и, соответственно, GitHub Enterprise ты можешь запустить у себя на своих мощностях. И что было интересно, что в 2020 году, это 2020 год, вы знаете, я уже ничему не удивлюсь. Там этнос запустилась, Google упал и так далее. Ну, и в 2020 году код GitHub Enterprise вытек из GitHub в паблик. Соответственно, как говорится, там, вы помните, там была такая штука. Есть вот это, скачать с YouTube ролики, да, вот, например, вот, я не знаю, можно это говорить на запись? Ну, ладно, я это потом, наверное, вырежу. В общем, вот этот ролик, который сейчас бежит, вот, естественно, он с YouTube. Мы говорим, даунлоуд YouTube, получаем сайтик, который использует библиотеку даунлоуд с YouTube, и мы можем скачивать видосики с YouTube. Так вот, там целая эпопея разыгралась по поводу того, что они блокернули YouTube даунлоуд библиотеку, и это повлияло на, да, ну, скажем так, на подход, то, что GitHub закрыл. Так вот, в честь этого, Enterprise GitHub был вылет в Open Source. Окей, парни, не хотите YouTube даунлоуд, получайте Enterprise в Open Source. Дальше. Ну, GitHub заявил, что это не был взлом, это был нечаянно распространили они исходный код среди Enterprise клиентов, а они как бы не посещались выложить это в Open Source. 25 июля 2019 года разработчики из Ирана, например, написали о том, что GitHub их заблокировал, и на самом деле GitHub это прокомментировал, что парни, мы блокируем доступ разработчиков из Ирана, Крыма, Кубы, Северной Кореи и Сирии к частным репозиториям. То есть все аннексированные территории и все, что попадает вот в эту категорию, мы их блокируем. Дальше по запросу, если вы, например, путешествуете там, либо вы не резидент, и вы не относитесь к вот этим всем моментам, можете, эти разработчики могут писать в GitHub и просить их разблокировать. Но GitHub выразил свою поддержку, или, скажем так, выразил свою неподдержку аннексированным территориям. Итак, поехали дальше. GitHub Universe. Это тот keynotes, о котором я вам говорил. Это тот keynotes, который подготовили в GitHub, и конференция с этого началась. Это очень прикольно. Почему? Во-первых, нам всегда интересно, особенно в этом году, смотреть, как живут люди в какой-то такой неофисной обстановке, как это все происходит. Причем здесь очень интересно, кроме того, что мы видим в SEO, он реально рассказывает и показывает со своими коллегами, там CTO есть, сейчас будет и главный разработчик и так далее, какие новшества в 2020 году в GitHub. Пока нам это показывают, я вам расскажу в двух словах, чтобы вы понимали, что бы вас могло заинтересовать нового. Все, в принципе, очень много говорят о спонсорах. То есть, спонсор на данный момент открыт для open-source репозиториев. То есть, если ваша компания использует open-source какой-то за GitHub, теперь можно донатить, как и через PayPal, так и кредитную карту, эти репозитории. То есть, помогать развиваться open-source. То есть, вы знаете, есть много систем, которые там Patreon тот же, но вот это очень похоже, но это прямо сейчас вот на GitHub. Дальше, это было заявлено чуть раньше, естественно, но вот сейчас это как бы вышло на уровне, что прям вот большие компании могут инвестировать в open-source. Дальше, технические какие-то моменты типа auto-merge pull-requests. Здесь можно настраивать auto-merge pull-requests с определенным таймаутом и так далее. В чем как бы суть, чтобы ваши PR, например, не блокировались. То есть, вот мы делали на прошлой неделе с Glodroid эфир. Так вот, ребята, это open-source проект, и ребята открывают PR, и он бывает по полгода висит, потому что в open-source каждый занимается своим делом, а этот проект как бы такой бонусный, и на него не находят время. Но полгода висит PR, и не акцептится ли год. То есть, окей. Дальше, социализация, discussions, да, теперь это доступно для публичных репозиториев, и вы теперь можете просто как в Facebook обсуждать свой код, поднимать какие-то посты, чатиться и так далее. На самом деле, они делали такой некий претест, фич на гитхабе новым, и больше всего зашло комьюнити, это discussion. Люди хотят общаться, обсуждать код. То есть, вы всегда можете открыть на свой коммит, discussion, на свой репозиторий разного рода discussion, там Q&A, просто обсуждение, там какие-то технические моменты. В общем, крутая штука. Покажу вам сегодня. Dependency Review. Q. Это бета-версия, скоро будет развернута, и можно увидеть все зависимости, а также это позволяет держать свой код в security. То есть, все ваши зависимости на другие проекты и так далее, можно видеть в одном как бы месте. Что здесь еще интересного? Код QL. Это, как я понимаю, некий язык, который может пробежать по коду, а также обеспечить так называемый как бы security code review. Также имплементирован. В Continuous Delivery Support, что было интересно? Environment ввели. Deployment. Дальше. Deployment Logi и Workflow Visualization. То есть, сегодня я вам покажу. Фактически, весь workflow, как билдается, как деплоится и так далее, теперь уже непосредственно в самом GitHub. Потому что до этого мы использовали сторонние инструменты. Например, я использовал Cycle CI. Это замечательный продукт. Он одним из первых, которые я увидел, интегрировался с GitHub. Я вам скажу, что у меня был стартап и я уже давно забыл про это все дело. И однажды там делал какой-то клинап и пушнул. Так вот, где-то там, я уже не помню эти пароли, доступы и так далее, Cycles я увидел, все сбил, дал, запушил, задеплоил и напомнил мне, что у меня там еще что-то бежит на Амазоне. И все работало. Так вот, как раз весь этот функционал, всего этого функционала не хватало на GitHub. И поэтому возникали вот такие проекты, как Cycle CI. Сейчас это уже целый продукт. Но вот, прямо вот сейчас в GitHub уже из коробки можно делать очень много автоматизации. Вплоть до того, что билдать артефакты и контейнеры и хранить уже на GitHub. Дальше, инварменты. Мы можем в рамках, понятно, одного репозитория сохранять инварменты. Вы помните, GitPot я вам показывал... Наверное, я вам это показывал. Либо это в одном из эфиров было, где Кьюбкон, я показывал демо. В общем, GitPot это проект, который ты синкаешь его со своим репозиторием, и он в клауде для тебя абсолютно бесплатно разворачивает деф-инвармент. То есть ты фактически можешь билдать и работать со своим кодом, не выходя из GitHub. Там просто добавляется одна кнопочка в API. И вот сейчас вот эти инварменты подобно встроены в GitHub. То есть мы можем разделять на инварменты, запускать разные тесты, билды и так далее. Вплоть до того, что запускать прям все рабочее уже на GitHub. Как я уже говорил, Workflow Visualization. Потом улучшили они контроль по ревьюерам. Каждый инвармент может быть отдельно от ревьюерам и так далее. Дальше, GitHub Enterprise Server. Здесь что, момент? Да, как раз вот про код сканнинг. Это как раз в Enterprise было. Значит, код QL. Это security анализ каждого пуша. Наверное, это сейчас очень актуально. Вы знаете, буквально на прошлой неделе были просто грандиозные взломы. Которые, наверное, самые крупные в истории. И подход к коду и к безопасности, он просто сейчас вот на топе. Дальше, Mobile Support. Я сейчас прямо вам покажу. У них вот... А, как раз он на iPad показывает. А я вам покажу сейчас на телефончике. У нас есть GitHub АПП. То есть, вы можете уже с телефона все делать. Либо, если вы используете iPad как свою рабочую станцию, можно работать прямо под iPad вот в этом формате. Секрет сканнинг бета. Поиск sensitive secret в коммитах, в репозитории. Вы знаете эту штуку. Если смотрели, у меня был эфир, как я ездил на Vosla, на DevOps Days. И какой факап был прямо на сцене, когда у меня там ноут отказал. Я быстро мне поменяли ноут. И я сделал git push, git pull на другой ноут для того, чтобы перенести все эти штуки. И вот товарищ GitHub нашел, что там у меня были ключи. У меня там что-то еще какие-то сертификаты был. Он все это заблокал. И это я понял на сцене. Поэтому пришлось выкручиваться. Дальше. CodeSpace. Это IDE. То есть, это редактор, который прямо встроен внутрь GitHub. Сейчас он открыт ограниченно. Я записался в waiting list. Wait list. И я думаю, его скоро откроют. Получим полноценный редактор прямо в GitHub со всеми вот этими вот вашими любимыми штуками. Если вы занимаетесь разработкой в каком-то любимом IDE, я думаю, что он вам подойдет, потому что он основан на стандартных, очень популярных IDE-шках. Итак, давайте посмотрим. Да, этот ролик я вам рекомендую. Я оставлю его в ссылках. Посмотрите его. Он очень интересный. Возможно, что я сделаю. Я здесь промотаю немножко на список. Да, вот здесь вот есть список того, что они включили. Вот, да. Обратите внимание, это нескончаемый список обновлений, которые вы однозначно найдете что-то для себя здесь интересного. Что-то интересное и можете использовать как бы в своей работе. Сейчас уже выпускаются и статьи, и есть видеообзоры вот этих как бы новшеств. И самое главное новшество, которое вы видите, они даже выделили его отдельно в этом ролике. Это Dark Mode. Теперь GitHub может быть в Dark Mode. Оставлю здесь вам, поставлю здесь на паузу. Посмотрите, вам будет интересно. Окей. В двух словах. Вот он GitHub на мобильном устройстве. Да, то есть здесь есть какие-то фичи, которые не очень удобно, например, листать с сайта. Но, тем не менее, вы можете, да, это легко сделать в своем аппликейшн. То есть какие-то он выделяет популярные репозитории. Можно переключаться между организациями. Вот давайте, например, провалимся в какой-нибудь репозиторий. Вот ищутся pull requests. Тесты, сам код, коммиты. Вот мы видим, да. И мне интересно, кстати говоря, наверное, можно здесь сразу и в Discussion перейти. То есть просто вот такая, да, социальная сеть для разработки. Окей, друзья. Поехали дальше. Что я хотел вам показать. Я сейчас открою свой браузер, наверное. Да. Итак. Git. Это то, что лежит в основе GitHub. Ну и, в принципе, давайте так. Все надстройки десктопные, мобильные, айпадовские, онлайн. Тот же, например, Bitbucket, сервер и все остальное. Это надстройка над тем, чтобы управлять вот этой разработкой Торвальдса Git. Наверное, стоит заглянуть сначала в терминал, чтобы посмотреть, на чем основан Git. В принципе, без каких-то глубоких технических деталей. Почему? Потому что у каждого свой путь изучения Git. Кто-то его использует, например, как, да, скажем так, хранение всего, что он делает с версионированием. Кто-то его использует для того, чтобы просто что-то сбилдать из open-source, быстренько и не заморачиваясь. Кто-то просто прям, возможно, использует консольные надстройки типа Git Flow, где можно расширением Git весь Flow прямо из консоли. Я знаю, что у нас даже здесь есть товарищ, наверное, его зовут Алексей, если мне не изменяет память. Он, по-моему, даже почту читает и в Телеграме чатится в терминале. Поэтому я думаю, Git Flow и Git с расширениями – это как раз для вас. Если я угадал, может, мне плюсик. Если не угадал, то расскажите, кто я там. Окей. Книги. Значит, в принципе, здесь очень много интересных есть материалов касательно, как под себя настроить Git, какие сделать алиесы, как, в принципе, это все дело, скажем так, расширить, улучшить и ускорить. Но, тем не менее, значит, терминал у нас и выглядит это следующим образом. Покажу вам терминальчик. Выглядит это следующим образом. Сейчас мы сделаем алиесы. Итак, я нахожусь в папке .git. Для того, чтобы ваш репозиторий привязать, либо начать работу с репозиторием с помощью Git, вы делаете git init, соответственно, создается .git. Это скрытая директория, в которой хранится некая структура файловая. То есть, давайте посмотрим, как она выглядит. По факту, это текстовые файлы с ссылками. То есть, есть некие хэши. Это SHA-1, там 40 символов, по-моему, и 48. И это ссылки, то есть, каждый коммит, каждая ветка. Соответственно, некий ключ и некое значение, которое связано с ним. Что уникального есть в Git, это то, что он определенным образом снапшотит каждый файл, каждую директорию. И, в принципе, если вы что-то удалили в директории с Git, всегда это можно восстановить. То есть, эта система позволяет нам безопасно работать. Также позволяет работать офлайн, потому что есть системы, которые обязательно должны коннектиться к какой-то ремоут базе, синкаться и так далее. Здесь вы можете работать в офлайн. Например, вы летите в самолете, вы можете все изменения проводить локально, коммитить, сохранять, там мержить все, что нужно. А дальше, когда появится офлайн, засинкать это с ремоутом. Что еще интересного? Это на базе Git вы можете, в принципе, развивать разные флоу. Как мы уже говорили по адженте, мы сейчас придем к Git Flow, GitHub Flow. Но также вы можете свой какой-то флоу придумать, свою автоматизацию. И, в принципе, Git настолько гибкий, что он позволяет вам имплементировать все, что нужно. Также, что интересно, у Gita есть вот этот уровень или порог изучения, порог входа. Вы можете начать им пользоваться прямо вот не зная ничего. Дальше вы можете расширять свои, скажем так, скиллы и даже погружаться в такую про-вершн, да. То есть углубляться прямо до каких-то очень хитрых моментов. И, кстати говоря, у меня будет для вас такое домашнее задание. И один из этих вопросов будет разобраться, что такое Cherry Peak. То есть вот такие вот моменты, во-первых, есть свой сленг, во-вторых, есть своя терминология, конечно. Дальше есть такие базовые вещи, есть вещи, которые, скажем так, dangerous, что называется, area. То есть dangerous zone или как, где нужно быть максимально аккуратным для того, чтобы не прибить все. Дальше система, гибкая система тегирования. Соответственно, работа с ветками, rebase между ветками. Ну и, как я говорил уже, flow. Я приведу вам пару ссылок. Вот сейчас я прям приведу одну из команд, которая вам, наверное, пригодится. git help, git help every day. Это минимальный set команд для каждодневного гита. В принципе, всего 20 команд. Вы можете посмотреть этот description, примеры, и сразу начать использовать git. Кто не работал еще, наверное, это, ну скажем так, это терминальная версия. Кто любит читать с терминала, такое же, в принципе, можно найти и на каких-то веб-страничках. Но, тем не менее, вам нужно set из 20 команд, немного понимания, что такое remote, что такое local, что такое branch, как между ними переключаться, что такое merge, что такое конфликты, чем отличается, например, pool от fetch и так далее. И вот эти вот моменты достаточно, чтобы войти в этот мир и начать в нем уже как бы продуктивно работать. Не обязательно проходить как бы целый какой-то сложный курс. Также я оставлю вам ссылочку git tips. И там, наверное, следующее. Какие-то интересные, прям вот сразу, знаете, как вот в Perl, довольно такой непонятный язык, как вы знаете, я в самом-своем начале писал на Perl, и мы довольно часто использовали cookbook такой, да, то есть рецепты. И вот здесь вот есть вот эти tips, которые прям вот задача, ее решение, задача, ее решение. Например, как красиво вывести лог, как вывести лог, как сделать поиск по логу, как, например, несколько строк однострочные сделать команды и так далее. И те, которые позволят, например, использовать его в пайплайнах. То есть я оставлю эти ссылки, вам однозначно что-то там пригодится. Потому что вот даже в своей работе я имею вот как бы свой такой список, который я переиспользую. Например, там как собрать месседжи по логу, да, в один такой месседж, обернуть его, дальше запушить и передать по пайплайну там и так далее. То есть это вот такие вот однострочники, как говорят. Что дальше? Давайте, наверное, перейдем к Flow и здесь будет более предметный разговор. У нас есть, вы, наверное, знаете, конечно, вы знаете компанию Atlassian, да. Это Bitbucket их детище. На самом деле в некоторых проектах, вот в моем, в частности, сейчас в проекте мы работаем на Bitbucket. У него есть два варианта. Это серверная часть и локальная часть. Клауд, скажем так, remote, да, и локальная. И я вам скажу, что когда Microsoft купила GitHub, товарищи из GitLab и Bitbucket поспешили заявить, о, там с GitHub идет отток пользователей прям к нам. И Microsoft, вот, все переживали, что судьба GitHub предречена. Почему? Потому что его купила крупная контора. Ну, цифры я вам называл в миллионах репозиториях, поэтому какой-то моток пошел на Bitbucket я не знаю. Но, тем не менее. Чтобы вы понимали, Bitbucket, как бы, он голый. Все, что вам нужно, это какие-то плагины. Все плагины платные. Цены за плагины. Вот зайдите в Atlassian Market и посмотрите на эти цены. То есть, есть, да, например, интеграция Jenkins, есть бесплатный плагин, почти не работает. Есть очень дорогой, он также работает, но дорогой. То есть, вот, отличие вот там. Ну, ладно, это такое дело. Что мне здесь нравится в Atlassian, это так, как они расписали GitFlow. Я думаю, будет интересно посмотреть. Итак, у нас есть два основных варианта. Это GitFlow и GitHubFlow. В данном случае мы говорим с вами про GitFlow. Это более, наверное, регулярная модель, где используется мастер-ветка, используется develop, hotfix и так далее. Сейчас я найду картинку. Здесь очень четко с командами расписано, как вы можете с ним работать. Плюс к этому даже есть консольная утилита, которую нужно дополнительно поставить. А, вот как раз показано, что вы видите, что есть фичи, ветки, релизы, hotfix и саппорты там и так далее. Так вот, в чем суть вот этого GitFlow? В том, что у нас есть веточка мастер, в которой мы храним только историю релизов, да, которые мы выпускаем. Вся разработка происходит в ветке develop. Фичи бренчей может быть больше, чем одна. То есть их может быть много. Разработчик ведет всю работу фичи бренче. Дальше он ее мержит в develop. Develop – это некое такое состояние, где все тестируется. Ну, основная как бы разработка идет. С нее поднимаются уже релизные бренчи. Дальше, соответственно, фичи, ветки удаляются. Потом релизы мержатся, как в мастер. И возвращается также, ну, она как бы в develop остается. Что здесь еще интересно? Сейчас я хочу попробовать найти hotfix. Да. Помните, мы с вами разговаривали. По-моему, мы с киевской командой разговаривали. По поводу, у нас была дискуссия, как нам патчить прот. Возможно, у вас есть свои подходы. Возможно, вы что-то из этого используете. И у меня был просто вот вопрос. Как построить непосредственно в своем репнике? Как построить свой флоу? Для того, чтобы и разработку не останавливать, и фичи дальше двигать, и какие-то релиз-кандидаты делать. Но, тем не менее, нам нужно пропатчить прот. То есть, куда этот патч мержить? Как его вернуть в develop? Как учесть эти изменения там и так далее? То есть, в принципе, там было два, насколько я помню, ответа у киевской команды. И вот здесь вот как раз Hotfix Branches описывает, как в GitFlow предусмотрена работа с Hotfix. То есть, Hotfix обязательно мержится в... Ну, соответственно, он мержится как бы в прот. Дальше, что важно, за собой нужно, скажем так, подчищать вот эти моменты, как и с фичи-бричами, так и с Hotfix, для того, чтобы это все дело не висело. И вот здесь даже есть автоматизация того, как Hotfix уходит в мастер, потом обязательно возвращается в develop. Почему? Потому что, чтобы мы не делали разрыв. Вот вы видите, что мерж Hotfix Branches, потом чекаут... Сначала чекаут в мастер, потом чекаут в develop и мержится и в мастер, и в develop, для того, чтобы эти изменения нигде не пропали. Дальше бранч удаляется и закрывается. Значит, вот здесь вот в данном случае GitFlow – это extension. Вы можете его использовать, но для этого вам нужно будет этот CLI поставить и, соответственно, немножко с ним потренироваться. В целом, для реализации GitFlow не обязательно использовать какие-то инструменты с вот этим функционалом. То есть вы можете просто выделять для себя бранчи, фичи-бранчи. То есть каждый разработчик создает свою бранчу, ветку. В ней работает. Дальше, когда он готов по функционалу, он мержится в develop. Develop проходит разные стадии от тестирования с самим разработчиком. Дальше там целый ряд тестов по QA. Дальше, возможно, можно показать кастомеру. И принимается решение, что делается с этим develop. Он мержится куда-то, ему какая-то… он попадает в какой-то релиз-кандидат. Либо, да, эта фича как бы не учитывается. И в целом, все, что связано с чистым Git, он это все дело позволяет. Единственный момент, нужно понимать, что какая у вас стратегия, что мы куда мержим и, соответственно, что мы откуда берем. Конечно же, любой мерж из фичи бранчи происходит через код-ревью, через пул-реквесты. На самом деле, вот эти механизмы коммита, пуша, пул-реквеста, апрува пул-реквеста, дальше мержа и так далее – это как раз для нас с вами объекты или события, ивенты, которые позволяют нам автоматизировать. То есть, на каждый из этих ивентов мы можем настроить веб-хуки, которые будут дергать одну или другую джобу, передавать в нее параметры. И как раз на вот следующем занятии мы будем с вами рассматривать, как это реализовано в Jenkins, как нам получить из системы контроля версии какой-то веб-хук, дальше его отработать и выполнить какие-то действия, завести этот ивент и провести его по всему пайплайну. И, соответственно, здесь возникает основная сложность, потому что если в Git, например, провести хотфикс, это пара команд, да, то есть, как вы видите, мы что-то создали, куда-то смерджили, потом удалили там и так далее, то в нашем флоу, в наших системах, в которых мы автоматизируем весь этот флоу, здесь это не супер тривиальная задача. Исходя из этого, у меня и был вопрос, как в продакшене проводить вот эти вот хотфиксы. В данном случае, например, как реализовано это у нас? У нас есть инварменты. Каждый инвармент представляет из себя набор каких-то кластеров, либо кластер, соответственно, на котором бежит какая-то версия аппликейшена. У нас передовой – это кластер разработки. Там, в принципе, допустимое падение, неработоспособность. Почему? Потому что в него мержатся фичи, и дальше непосредственно разработчики работают с этим девом и смотрят, как их фича работает или не работает. Также существует практика под каждую фичи-бранчу разворачивать свой кластер. И я, наверное, на следующем занятии, у меня там есть интересная демо, я вам где-то так, наверное, и покажу. Когда мы на фичи-бранчу можем стартовать кластер, то есть разработчик получает инвармент, где он свою фичу, например, может полностью оттестить. Сейчас они делают это в локальном инварменте. Сейчас инструменты позволяют это сделать. Но если выводить на более централизованный момент, мы можем для них создавать инвармент, в котором они тестят фичу, дальше это все дело сворачивается, и уже мержится в девелоп проверенным. То есть девелоп не ломается. Следующий инвармент – это когда разработчик промоутит свой код на QA. В QA, соответственно, стартуют автоматические тесты еще на этапе мержа. Но когда попадает код на инвармент, там уже ребята включаются в целый набор тестов. И security тесты могут быть и проходить и на производительность, и так далее. На самом деле весь спектр тестирования провести – это еще та задачка. Во-первых, это занимает время, ресурсы, должна быть определенная компетенция. И в идеале, если вы знаете, что есть QA, есть QA Automation. И в идеале, если есть у вас ребята QA Automation, которые могут это все дело правильно автоматизировать. Так вот, после QA, если все окей, оно все уходит на staging, там смотрит customer, customer approved, оно уходит на production. И здесь вылетает такая штука. Все проверили, customer смотрел, а вот end-user нашел багу. И бага, например, критическая. Как нам запатчить прот? То есть, вы представляете себе, провести этот весь цикл с фичи, да, это в данном случае уже будет называться не фича, а создается от релиз ветки, создается hotfix, она там фиксится. И вот эта веточка, она как бы похожа на фичу, но в данном случае она уже hotfix. И вот что делать с этим hotfix? Протягивать его на dev, дальше на QA staging, на prod. А если у нас нет времени, как эту веточку быстренько сбилдать, где ее проверить и как ее доставить до прода? В нашем случае, как мы это делаем? Мы, конечно, мобилизируемся, потому что если критическая фича, тесты, например, на QA немножко приостанавливаются там, да, и выделяются, ребята, ресурсы. На то, чтобы мы билдаем hotfix, мы его сразу раскатываем на staging, ребята из QA подключаются, подключается непосредственно сам заказчик или product owner, да. Мы проверяем, сами разработчики проверяют, что мы пофиксили конкретный баг и дальше мы его двигаем как бы на prod. Конечно же, здесь возникает момент мерджей, как промоушен регистрируется, не нарушается ли flow и так далее. И вот здесь вот дискуссионный момент. Нужно ли пропускать через все инвароменты, автоматизировать это и получать какой-то результат, либо мы делаем вот таким вот образом. Окей. Итак, с этим вы сможете ознакомиться, попробовать. И, в принципе, я вам скажу, что если вы заходите в команду, скорее всего, знание вот этих вот штук или хотя бы понимание того, как это работает, однозначно вам дает преимущество. Давайте посмотрим на GitHub Flow. Итак, то был Git Flow, это GitHub Flow. В Git, GitHub Flow все довольно интересно. Они сделали прям вот целый такой сайтик. Значит, здесь что? Здесь пошаговая такая инструкция. Значит, создаем ветку. Дальше коммитим в эту ветку, да, то есть что-то, какой-то код коммитим. Открываем pull request, то есть, соответственно, открываем pull request на то, чтобы наши изменения могли быть приняты ревьюерами и замержены. Соответственно, происходит код-ревью, дискуссия, доработка, если нужно и так далее. В общем, социальное общение, да. Деплоится. Это может быть Canary, это может быть Environment, Test, как угодно. Соответственно, и дальше это все дело мержится в основную ветку. В принципе, все. То есть, скажем так, здесь очень сокращенный такой подход. И, наверное, уровень вашей команды, каждого члена вашей команды, как разработчика, как Operations, так и QA и так далее, должны быть на определенном, скажем так, скилл-сете, опыте для того, чтобы, в принципе, вот так вот код доставлять, в принципе, быстро до прода. Здесь есть, в принципе, все очень просто. Вы видите, текста мало, очень четко расписаны шаги. И, в принципе, если вы попадаете в команду, где GitHub Flow, где настроена автоматизация, вы видите, здесь все очень линейно. Исходя из этого, автоматизация довольно тривиальна. То есть, вы более гибкие здесь и у вас больше шансов делать это качественно без каких-то моментов. Потому что, например, на Git Flow у меня джобы довольно сложно написаны. Тем более, если считать, что со временем, когда разные люди пишут, разные dependency там и так далее, то есть, оно витиевато довольно. Окей? Итак, здесь окей. Теперь давайте посмотрим по документации. Например, у нас с вами есть наш Flow, у нас есть какой-то продукт, у нас есть что-то, что нам нужно задокументировать для того, чтобы члены нашей команды могли ознакомиться в нужный момент и так далее. Значит, я вам скажу, на примере я еще не видел команды, где документация бы всегда была актуальна. Вы же понимаете, что если идет этап быстрой разработки, и если мы не начали разработку с тестов, знаете, вот есть Test Driven Development, вот мы не начали разработку с документацией и с тестов, то тесты и документации будут неактуальными. Соответственно, потому что часто изменения, изменения вектора даже развития разработки и так далее. Нам нужно какой-то механизм, где мы можем хранить документацию. Confluence – это, например, известная такая штука, как в Atlassian, в Enterprise довольно часто используется. Readme файл – самая простая штука в GitHub. Всегда пишите Readme. Накидываете его, даже черновик может кому-то очень облегчить работу. В структуре вашего репозитория на GitHub, любого репозитория, в идеале, когда присутствует папочка DOC. В этом папочке DOC вы храните документацию. В идеале, когда описаны шаги, описана какая-то преамбула, без воды, как четко что получить для того, чтобы человек мог понять, что происходит, как это запустить и, если что, вдруг перейти в исчезы. Если нет документации, обычно звезды такой репозиторий не получают. С нашей скоростью жизни разбираться с продуктом, в котором нет документации, никто не будет. Поэтому, если вы пишете Open Source, документация должна быть обязательно. Я вам, кстати, покажу, на Glodroid есть целая страница. На самом деле, GitHub предлагает такой ресурс, как GitHub Pages, где вы можете со своего репозитория прямо с ходу, путем нажатия одной кнопки, сразу сделать страницу. И у вас получается такой одностраничный сайт вашего репозитория. Так вот, вот здесь вот есть такой ресурс, как GitBook. Обратите на него внимание. Это очень интересная штука, которая позволяет документировать буквально все. Я думаю, что во многих продуктах вы можете найти, что именно в таком формате вы читаете документацию. Вы можете заметить, что сейчас в Open Source существует несколько прямо вот, что называется, распространенных вариантов, форматов. И вот GitBook один из них. Я хотел как раз вам показать на примере Glow, да, Global Logic Open Word. Это проект, который мы создаем. Как строится документация? Все очень просто. Вы делаете Markdown. Это разметка страницы, которая позволяет нам, в принципе, прям очень легко разметить текст. И дальше он интерпретируется уже на веб-странице определенным образом. Смотрите, у нас есть текстовые блоки, у нас есть имиджи, у нас есть такие штуки, как там чекбоксы, какие-то алерты, ссылки, нотификации, да, и так далее. И, соответственно, панель навигации. Что еще интересного? Что... Сейчас вот я вам покажу. Где-то у нас есть описано API даже. Вот, ну, например, вот описание продукта может быть, да, и вы видите, и перечнем с буллетами, и вот я хочу вам функции показать, как описывается API, да. Мы можем прямо описать API, вот какие реквесты, какие респонзы должны быть. То есть, в принципе, вот, например, меня вот этот формат очень мотивирует. Почему? Потому что, во-первых, это красиво, как говорится. Во-вторых, это очень функционально. Ты зашел, сразу получил ту информацию, которую ты ищешь. Навигация очень простая. То есть, это не сайт, который ты погружаешься где-то, да, там, вы помните, на... Раньше на порталах есть такая карта сайта. Представляете себе, карту сайта нажимаешь, там прямо вот такая, что где лежит и так далее. То есть, люди с этим заморачивались. Здесь максимально flat, то есть, максимально плоская структура. Соответственно, мы можем сюда добавлять все свои страницы с помощью просто git push. То есть, мы открываем документ, делаем markdown, либо plain text просто, и делаем push в свой репозиторий в директорию doc. Что делает дальше git book? Он автоматически может сразу смержить. Вы можете посмотреть, как это все дело выглядит и запушить для своего кастомера документацию, которая поможет ему стартануть. Например, вот у меня есть, где-то у меня есть quick start. Сейчас я вам покажу. Это хаутушки. А, вот у меня quick start есть. То есть, по факту сюда можно даже закидывать какие-то анимации. Что важно, видите, вот мы к этому уже привыкли. То есть, у нас есть какой-то код, у нас есть кнопка копия. Мы всегда можем сразу с этого сайта скопировать и получить, сразу перенести к себе в консоль и получить результат. Этот результат мы также можем проверить с тем, что в документации написано, какой должен быть результат. Ну и, соответственно, вот таким вот образом. Поэтому разрабатывайте что-нибудь интересное, contribute в open source и делайте документацию. Окей, поехали в экшены. Кстати говоря, по GitOps с Universe 2020, послушайте, возможно, Kelsey Hightower рассказывал про кубернетисты GitOps, как с GitHub и с вашими репозиториями можно организовать один из вариантов GitOps. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь. Это мой GitHub аккаунт. И я возьму уже вам известный репозиторий K-Bot. Это наш Telegram-Bot, который, вы помните, мы переключали светофоры. Вот здесь хочу просто показать вам несколько моментов по поводу actions. Во-первых, что такое actions? Это автоматизация всего, что нам нужно для разработки, deployment. В общем, весь цикл SDLC из коробки в вашем GitHub. Обратите внимание на кнопочку GitPot. Это у меня установлен плагин. Я могу любой репозиторий вывести сразу на DevEnvironment. Мне развернется в проекте GitPot, развернется DevEnvironment, где я могу прямо вот сразу компилировать, запускать. И если вы еще не видели, у меня есть эпизод, где я это все демонстрирую. То есть фактически прямо с этого репозитория, не имея никакой инфраструктуры, ты нажимаешь одну кнопку, для тебя стартует environment, про который ты не заботишься. То есть он удалится потом, когда-то. И в этом environment ты можешь запустить, например, я запускал этого бота. Он автоматически коннектился к Telegram, и мы сразу могли уже работать. Естественно, мы понимаем, что живет оно в этом environment. То есть оно где-то в облаке. То есть оно не в вашем environment. Грубо говоря, к светофорам доступа, если удаленного нет, то, соответственно, его физически как бы там нет. Итак, так вот, экшены. Вот у них есть целая вкладка. По GitHub вы, я думаю, знаете, что, да, issues. Это если нет документации, либо вы зашли и видите, что вам интересен этот проект, зайдите выше, посмотрите, какие там, какой там актуальный статус этого проекта. Pull requests. Это если кто-то открывает, или вы сами открываете изменение кода для код-ревью. Discussions. Это именно то, что мы с вами говорили. То есть, по факту, заходите на этот репозиторий, пишите мне какие-то свои комменты и так далее. Было бы классно, если бы мы могли подискутировать, например, там, как вы видите, использование, например, Telegram-бота. Вот нам Андрей Рассышанский написал, chatops. Давайте вот здесь вот, например, в Discussion, если у вас будет время желания, обсудим, как мы могли бы использовать чат-боты для управления, например, нашими кластерами или SDLC. И вот, экшены. Экшены непосредственно вы видите. Я здесь нагенерил много всего. Что я делал? За некоторое время произошли изменения в экшенах, то есть, там какие-то экшены перешли на вторую версию, какие-то апдейты произошли, работа с секретами изменилась и так далее. Вот эти вот все штуки мне было интересно про-ревьюить. Почему? Потому что если у нас есть проекты, где мы там обвязали все экшенами, например, обучение машин-лёрнинг моделей на определенных инвароментах, в дата-центрах и так далее, то там мы особо не спешим за новшествами. Там все работает. Мы это не трогаем. А вот здесь вот, когда ты новый проект стартуешь, вот эти изменения уже желательно учесть. Итак, давайте посмотрим. Первое. Значит, у нас есть репозиторий. Как нам начать с экшенов? Это, кстати говоря, будет небольшим домашним заданием. Просто вот этот флоу попробовать на своем репозиторий, на своем аппликейшене. Что мы делаем? Либо в консоли, либо, как вам удобно, мы создаем... Если в консоли, мы создаем точка GitHub Workflows. Если же у вас репозиторий чистый и там ничего по экшенам еще нету, например, давайте возьмем какой-нибудь репозиторий, где там экшенов нету, и, ну, например, вот здесь, наверное, их нету, когда вы перейдете в экшены, вам будет предложено, да, вот suggested, вот есть пример сразу, есть marketplace, то есть что вы хотите? Вы хотите Terraform, вы хотите в GKE запуститься, на Амазоне, либо в Ажуре, какой язык программирования вы хотите использовать и так далее. Но вы можете всегда это все скипнуть, нажать «Я сделаю все сам». Он сразу для вас подготовит папочку .githubworkflows. Это в корне вашего репозитория будет папочка, в которой будут храниться ваши workflow, да, то есть вот этот flow. Дальше он сразу вам подготовит в Markdown пример какого-нибудь экшена. Вы можете посмотреть на его превью, и если вам окей, вы только проверите триггеры, на которые вы хотели бы, чтобы стартовал этот экшен, и вы сделаете commit. То есть вы сразу подключите экшены к себе в репозитории. Итак, давайте я вам покажу, как это работает для того, чтобы посмотреть, как это устроено изнутри. Значит, в Каботе я уже либо создал в консоли и запушил githubworkflows, либо, как я уже говорил в экшенах, я нажал кнопочку «Создать». Но суть в чем, что в этом workflow хранятся файлики в формате yaml. В принципе, main, да, вот в данном случае это файл по умолчанию, который будет и создавать эти экшены, выполнять эти экшены. Давайте разберем построчно, что мы здесь делаем, и я вам покажу, как это работает. Первое. Соответственно, yaml файлики. Я думаю, что вы к этим yaml файлики уже привыкли. Я увеличу, так, чтобы вам было удобно видеть на экране. И я повторю, если вас не очень хорошо видно сейчас в Zoom, я пишу отдельно, в хорошем качестве. Я вам выложу, вам все будет видно. Итак, имя. Какое угодно, это имя моего CI. Дальше. Он. Это говорит о том, что на каком ивенте мы триггерим наши экшены. В данном случае мы видим, что это будет push, и push будет в SRK, в Source Directory. Я сделаю сейчас дубль для того, чтобы мы могли делать референсы в наш код. Вот у меня есть SRK. В нем лежит main goal. Это основной файл на Goan Language, который реализовал наш бот. Дальше. На любую папочку, которая внутри, на любой dir, которая внутри, здесь очень важно понимать, что как раз вот эта настройка позволяет нам быть гибкими. Мы можем настраивать как раз push в разные пути. И мы можем прямо на корень. То есть любые изменения в репозитории будут триггерить какую-то джобу. Либо какой-то определенный файл, либо определенный dir мы можем нашим экшеном мониторить. И дальше по факту описываются джобы. То есть у нас есть джобы. Я вам сразу покажу, как выглядит это на визуализации, чтобы мы себе представили. Обратите внимание, это новая, кстати, фича в 2020 с конференции Universe. То есть вот у нас перечислены наши джобы и вот визуализация по нашим джобам. Что здесь важно, что по факту это все показывается в реальном времени. То есть вы, когда происходит экшен, вы видите это и следите за логами. То есть, например, вот билд, прямо каждый из степов логируется. Вы можете видеть, что происходит. Соответственно, это очень удобно. Это очень напоминает Jenkins, который в подобном формате отображает. Но Jenkins – это билд-система, которая стоит рядом с вашей системой контроля версии. В данном случае у нас все внутри. Итак, джобы. Как мы описываем джобы, которые вы только что видели, как они выглядят? Мы даем ее имя. Мы указываем зависимость, от какого степа, от какой джобы. То есть у нас могут быть джобы, у нас могут быть степы. Соответственно, мы описываем эти зависимости. Мы говорим, на какой платформе нам бежать, то есть на какой развернуться, на Ubuntu, на Windows, там еще на чем-то. Значит, какие-то простые раны. В данном случае это просто эхо, но я вам покажу здесь более сложный, например, вот environment-тестирование. То есть мы зависим от integration-тестинг. Мы здесь уже используем environment-demo. Мы бежим здесь на Ubuntu. Что говорит нам про environment-demo? Environment-demo – это виртуальный environment, который мы можем определенным образом настроить. Как? Кто может его промоутить? Кто может ревьюить? Какие секреты и какие мощности там могут быть? То есть все как в реальной жизни. То есть вот ваши environment-ы можно перенести и описать в GitHub. GitHub позволяет запускаться на мощностях двух вариантов. В ваших и GitHub мощностях. GitHub мощности немного ограничены по времени, а дальше там, например, можно брать уже платные ресурсы и так далее. Почему? Потому что GitHub не резиновый, скажем так. Либо там в 2000 минут вы в месяц сможете вкладываться, и вам все будет билдаться на этих мощностях. Дальше. Обратите внимание, в environment-тестинг я реально использую action, который основан на K3S. Вот здесь вот очень интересно, что action, грубо говоря, это контейнер. Если вы знаете, есть такой продукт, он называется Drone CI. Очень интересный продукт, он уже давно. Это очень легковесный билд-сервер внутри Kubernetes-кластера. Он весит всего лишь 4 мегабайта клиент, 8 мегабайт сервер, который основан приблизительно на подобном, что мы описываем ямлами. Каждый степ. Каждый степ – это определенный контейнер. И артефакт, и изменения передаются из контейнера в контейнер. Так вот, это очень похоже. Значит, action – это по факту контейнер, то есть это операционная какая-то оболочка, в которой бегут какие-то джобы, которые вы можете передавать параметры. И по сути, все, что этот флоу представляет, это мы клонируем наш репозиторий. Дальше мы, соответственно, получаем какой-то код, файлы. Мы можем его билдать, тестить, проверять, менять, разворачивать где-то, проверять его и дальше делать какое-то заключение. В данном случае степ – environment testing, после того, как, например, вот здесь вот вместо эха мы там какой-то тест запилим с вами, выполнить какую-то в баше, да, там запустить что-то на Node.js, на чем угодно. Дальше я передаю это в environment testing. Environment testing разворачивается mini Kubernetes, да, K3S. Его нельзя назвать mini, но вы понимаете, что он, форм-фактор, очень минимизирован. И на нем мы можем оттестить все, что нам нужно. Задеплоить этот контейнер, настроить, проверить и вплоть до того, чтобы получить какой-то внешний доступ, если нам это необходимо, из рядом стоящих job. Тесты описаны первыми, но все эти тесты базируются, например, на билде. Что мы здесь делаем? Основные шаги – это, как я уже говорил, check-out. Что такое check-out? Это pull, да. Мы получаем ветку, получаем код и дальше с ним что-то делаем. Давайте посмотрим, что мы делаем. Мы логируем, мы делаем check-out, дальше мы логинимся в Docker Hub. Обратите внимание, что я логинюсь в registry, не в Docker Hub, а в GitHub Container Registry. То есть в GitHub внутри есть registry, где мы можем хранить наши пакеты либо контейнер имиджи. Это очень удобно. Соответственно, я логинюсь с каждым вашим репозиторием. Там в настройках нужно просто нажать одну галочку, чтобы активировать контейнер-режистры. Вы получаете доступ. И там на free version вы получаете несколько, там сколько-то, гигабайт. А на pro version, вот как у меня, например, там несколько, не знаю, там 5 или 10 гигабайт. В общем, хватает для того, чтобы развернуться. Если нужно расшириться, можем, конечно же, там расшириться. Не знаю, за какие-то копейки там. Соответственно, первое, что я делаю, я залогинился на этот registry. То есть я получил креденшины, и теперь вся моя джоба эти креденшины сохраняет. То есть фактически я могу дальше его переиспользовать в других степах. После этого я получаю, например, на следующем степе, я получаю вот этот гитхаб-хэш. То есть хэш своего коммита для того, чтобы из него выделить 7 символов, например. Это вот здесь я сделал такой вот однострочный, однострочный такой башовский. Вы видите, это я применил здесь баш. То есть я запустил степ на баше, где я применил, что называется, поиск по строке и выделение 7 символов. То есть назначение 7 символов в переменную. Дальше я эту переменную могу использовать, например, в тегировании своего контейнера в версионировании. Дальше, built-in push. Обратите внимание, что я делаю. Я беру докер-файл, указываю. Я использую action build-push action версии 2. По вот этой строке я сейчас отдельно расскажу, что это такое. И у меня как раз будет даже домашнее задание по этой теме. То есть я тегирую. Обратите внимание, я тегирую его как GitHub Container Registry, свой репозиторий Дэн Васильев. K-Bot – это непосредственно сам продукт. Я ему указываю tag latest и указываю вот этот вот хэш из этой строчки, где я его получил 7 символов. И дальше я говорю ему докер-пуш, и он уезжает в GitHub Registry. Здесь есть момент. Вот эта штука умеет автоматически пушить в Registry, но здесь используется дополнительная команда run, используется здесь докер. Только лишь потому, что те методы, которые имплементированы уже в современных вот этих экшенах, еще не имплементированы в докер. К сожалению, он немножко отстает, поэтому здесь приходится… Есть такая штука, как автопуш, да, он здесь высылан в false. Но в целом докер, надеюсь, скоро имплементирует полностью поддержку вот этих библиотек, и можно будет уже отказаться полностью от вот этой штуки. Кстати говоря, вы помните, да, о том, что докер-депликейтед уже объявлен в вот этой последней версии кубера в 20-й, и в 21-й дальше будет вычищаться. Обратите на это внимание. Там ничего такого супер не поломается, я надеюсь, но, тем не менее, докер-депликейтед все переходят на чистую библиотеку без вот этих прослоек. Дальше. Я апдейчу версию. У меня там Helm-пакет, и, соответственно, что я делаю? Я использую YQ. YQ, я думаю, вы знаете, это такая маленькая утилита для работы с YAML-файлами. Она очень удобная, ребята. YQ используйте в своих пайплайнах, попробуйте, посмотрите. Это очень круто использовать, если вам нужно поправить YAML-файлы. Итак, я просто назначаю image tag на новую версию, которую я только что получил. То есть я, грубо говоря, использую это для тега. И дальше, что я делаю? Я тегирую новый файлик, новую версию завожу в Helm-пакет файлик values, и я коммичу эти изменения. То есть что мы делаем? Мы говорим, что этот коммит апдейтит версию в Helm-чарте. Соответственно, этот Helm-чарт уже готов к деплойменту на любом инварименте, например, кубернетис. И в нем, в настройках уже будет новая версия с тем коммитом, который мы запушили, который обработал Action. Что дальше? Соответственно, запушится change в develop. Давайте посмотрим, как это работает на реальном примере. Итак, что мы сделаем? Мы возьмем SRC. Вы знаете, что мы сейчас мониторим SRC. Я открою main. Я могу все то же самое делать из консоли, но вариантов у меня есть несколько. В данном случае я прямо в GitHub сделаю изменения в SRC. Например, проставлю какую-то строку, которая является просто триггером для пуша. И что я дальше сделаю? Я просто сделаю commit. Мы просто сделаем триггер commit. Окей. Я закоммитил change. Давайте посмотрим, что у нас в экшенах. Мы видим, что вот появился новая вот эта точка. Update main.go. Триггер. И буквально 15 секунд назад в прогрессе. Давайте посмотрим. То есть мы видим, что побежал билд. Дальше будут отрабатывать зависимости. Мы можем провалиться в этот билд и посмотреть, что происходит прямо в реальном времени. Я немного уменьшу для того, чтобы видеть все. Соответственно, оно автоматически обновляется. И мы видим эти изменения. Так, у нас 10.38. 8 минут мы перешагнули. Ребята, буквально еще пару минут я вас задерживать не буду. Сейчас посмотрим просто, как отрабатывает джоба. Соответственно, мы можем ставить триггеры как на код. Мы можем ставить триггеры и на изменения самого пайплайна, если нам нужно что-то изменить. Мы можем разделить отдельные джобы, чтобы что-то билдалось, потом отдельно тестилось и отдельно деплоилось и возвращало нам фидбэк. То есть, по факту мы здесь не ограничены. Здесь очень гибко, очень глубоко. И в целом, вот эти пайплайны, которые мы только что смотрели, main, yaml, есть как и в marketplace, как и community. То есть, в принципе, можно использовать и переиспользовать уже то, что написано. И на самом деле есть, прямо вот под все платформы. Вам нужно задеплоить GKE? Пожалуйста. В Amazon? Пожалуйста. У Microsoft есть целый репозиторий, где расписаны все экшены по Ажуру. Поэтому вы приходите на проект, у вас Ажур. Вам говорят, вот у нас есть репник, мы ничего не понимаем в инфраструктуре, нужно что-то делать. Что вы делаете? Вплоть до того, что вы поднимаете репник, в этом репнике находите в Ажуре, например, экшены, которые разворачивают инфраструктуру. Например, поднять там АКС, там Ажур, Kubernetes Cluster. Одной джобой из одного репника вы разворачиваете инфраструктуру. Из второго программного репника вы билдаете и разворачиваетесь на этом же кластере, который уже развернулся в Ажуре. И вот вам уже подход, GitOps, и все как бы окей. Итак, давайте посмотрим, что там у нас. У нас там разворачивается Kubernetes, да. Demo needs approval to start. Ага, вот оно. Да. Что здесь? Смотрите. Environment testing is waiting for demo deployment approval. То, что я вам говорил, они ввели апрувалы и ввели деплойменты и инварменты. У меня есть environment. Он называется demo. Смотрите. Вот у меня есть два environment, один из них demo, да. И вот эта demo ждет, ждет деплоймента на апрув для того, чтобы развернуться. Да, вот оно, deployed. Соответственно, вплоть до того, что, ну, соответственно, референс сюда. Review pending deployments. Смотрите. Давайте сделаем апрув. Мы можем реджекнуть, можем сделать комментарий там и так далее. Соответственно, он ждет этого апрува. И мы, как вы уже говорили, мы можем разделять нашу команду на апруверов. И вот здесь сейчас он стартанул мне уже environment, стартанул deployment. И что он сделает? Он сейчас развернет Kubernetes Cluster в этом environment. Мы получим туда артефакт. И, в принципе, следующим шагом мы можем развернуть этого Telegram-бота, проверить, как он работает. Что важно, что в коде у нас мы можем повесить бейдж. Да, что вот такая-то jobo.ci прошла пас, либо не прошла. Окей. Итак, здесь поднимется, да, он получает ноды. Вот, вы видите, что кубер уже начал отвечать. Как бы все окей. И, наверное, вообще вся jobo прошла. И зелененькая, да. Все прошло зелененькое. И, соответственно, вот здесь прошел пасинг. Если он здесь бы не прошел, здесь было бы что-то красное. Итак, я хотел бы по домашнему заданию. Ребята, если у вас есть возможность и желание на любом своем приложении, если вы захотите, попроситесь ко мне в коллаборейшн, я вас добавлю в куббота, например, прямо здесь. Создайте какой-нибудь simple workflows, чтобы посмотреть, как это работает. Вам однозначно это пригодится в работе и в резюме. И плюс к этому такая небольшая задачка. Попробуйте добавить какие-нибудь дополнительные бейджи статуса для ваших аппликейшенов, деплойментов. Для того, чтобы, например, ваша jobo, который вы добавите, например, вот сюда, вот в данном случае это kbot.ci, он пасинг, чтобы ваша jobo тоже сюда писала статус. То есть, в принципе, вы можете попроситься ко мне в тему сюда, я вас добавлю, мы можем подискутировать, если вам будут какие-то вопросы. И также вы можете пописать здесь экшены. Я думаю, мы сможем на этом проверить прямо весь скоп, как и вот эту интеграцию в социальных, то есть не в телеграме меня спрашивать, а в discussions, также организовать здесь экшенс и выполнить непосредственно само задание. Итак, я надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть вопросы, вы можете либо включиться голосом, либо написать мне сейчас в чат. И, в принципе, на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Я вас еще раз приглашаю на 24-е, 12-е. Буду вас всех рад видеть. Возможно, что-то будет для вас интересным на этом эфире. Всего доброго и до новых встреч. По-моему, до вас 8-го, 12-го. Прямо в Новый год. Пока.